Здравствуйте, дорогие девочки! Сегодня у нас видео опять по одной из ваших историй. Я сейчас вам прочитаю текст, и название мы с вами вместе придумаем в процессе зачитки текста. Итак, по этой истории такая дама у нас общается с кавалером, у них всё хорошо, они уже обсуждают брак, но тут она для себя сделает откровение о том, как надо общаться. То есть это видео, посвящённое правильной коммуникации. Читаю. Пример. Я поезжала к моему кавалеру в осенне-зимний период. Несколько раз. Я решала сама мои вопросы с моей собакой, моим домом и так далее. Кто будет ухаживать, присматывать за время моего отсутствия, не делая акцента на этом. Мы планируем встречи опять на его территории в Германии. Обстоятельства у меня поменялись. Собаку оставить проблематично. Сад полный цветов, где я положила кучу труда и вдохновения. Нужно оставить на того, кто может поливать каждый день или хотя бы ЧАЭС. И тут я понимаю, кавалер вообще не думал, что это может быть проблемой. Почему? Потому что я не объяснила в прошлые разы, что это непросто. Кавалер в панике, ты не можешь приехать. И тут я понимаю, что каждый шаг, что делаешь, усилия, нужно преподносить правильно, ненавязчиво разъяснить. Что для того, чтобы мне к тебе приехать, я должна решить кучу вопросов. Позаботиться о моей жизни, о моём отсутствии. Я предложила ему для начала представить, что он свой дом со своим садом оставляет на месяц. Он начал чесать репу. Вывод? Сделал что-то. Красиво рассказать. Вот я какой герой сегодня. Что вы думаете по этому поводу? Я однозначно согласна с нашей героиней. Я считаю, что это тот самый очень важный навык коммуникации. Не ожидать, что кто-то оценит твои усилия, и что кто-то поймёт, что ты герой молодец и мужик, и что ты сегодня вообще хорошая девочка. А рассказать о том, что ты делаешь. Представим себе ситуацию в семейной жизни. Ладно, встреча с кавалером. В семейной жизни. То есть вы стираете, убираете, готовите, что-то делаете. И это становится настолько рутиной, что в принципе никто не замечает. То есть это для вас. Вы понимаете, что вы потратили 2 или 3 часа в день для того, чтобы навоить этих борщей, для того, чтобы нагладить этих трусов, для того, чтобы намыть эти полы. А какая-то там, извиняюсь за выражение, семейная нехорошая и диска взяла и прошла грязными ботинками по вашим намытым полам, потому что и диска, поверьте мне, никогда на самом деле не задумывалась о том, откуда берутся чистые полы в доме. То есть до тех пор, пока вы не будете рассказывать, пока вы мы, да, пока мы все. Это навык, который нужен всем, потому что как раз-таки именно русские, украинские девочки более склонны к тому, чтобы недооценивать свои усилия с одной стороны, а с другой стороны получается ожидать, что вот эти недооцененные усилия какая-то высшая сила заметит, оценит и, соответственно, поставит вам крыжик в карму о том, что вы такая молодец. То есть я молчу из соображения, что кто-то это заметит, кто-то оценит, и кто-то мне большую пятерку нарисует. Там очень много на самом деле теории на эту тему, очень много связывают со школой по поводу того, что нам всегда говорили, что общественное выше личного, что девочки не хвастаются, что девочки хорошие должны быть скромными. То есть очень много такого вот установок, связанных именно с социалистическим воспитанием. Но факт остается фактом, что девочки приходят в отношения, и они не умеют рассказывать о своих свершениях. Ведь это действительно, если мы возьмем исходную ситуацию, ведь это на самом деле огромный шаг, что я делаю для того, чтобы оставить свой дом, свое имущество на какое-то количество времени, детей, собаку, цветы, рыбку, внучку, жучку, там неважно кого. То есть получается, что я оставляю в доме, сигнализация включилась или не выключилась, вода, отопление, бабушка-соседка, которой я обычно молоко покупаю. То есть получается, что когда мы едем к кавалеру даже на какой-то срок, в принципе, все равно эту поездку большинству из вас надо подготовить, то есть организовать ваших домочадцев и ваш дом для того, чтобы вы смогли их оставить на какое-то количество времени. Поэтому безусловно, безусловно, вы должны об этом рассказывать. Но тут, на самом деле, очень важный момент. Это должно быть не то, что для того, чтобы поехать к тебе... Драма, да, драма больше. Для того, чтобы поехать к тебе, я бросила любимую собаку, мои цветы сейчас завянут, ты представляешь, как это было сложно. Понятно, конечно, что если уровень драмы превышает какое-то разумное количество, то кавалеру совершенно непонятно, почему собака, цветы или дети, такая проблема, это ишаемый вопрос, ну, организационный, непростой, но ишаемый. На самом деле, я рекомендую просто спокойно рассказывать. Так, слушай, ну я вот к тебе еду 20 числа, собака, собака, собаку мне надо будет организовать. Вот в прошлый раз я оставила собаку вот с этой тетушкой, в этот раз с этой тетушкой, я не знаю, надо сейчас будет спросить. На следующий день вы с ним созваниваетесь, ой, я спросила эту тетушку, она собаку принять не может, мне надо куда-то в другое место пристроить. То есть получается, что в процессе вот вашей подготовки к поездке вы, получается, мужчину мелкими дозами, спокойно, спокойно, по-деловому, разумно, вы информируете о том, как происходит ваша подготовка. Куда вы позвонили, что вы организовали, заказали такси, в этом такси будет дешевле, в этом будет дороже, сделали тест, вам надо еще поехать. То есть получается, чтобы человек настолько участвовал в вашей жизни, что он понимал, что вы не то, что там подобралась, зубную щетку в сумку кинула и полетела, а что это действительно целый процесс собраться и куда-то приехать, особенно девочке, особенно если у нее дома остается собака или цветы, или рыбка. Вроде цветы такая ерунда, но если ты вкладывала в них усилия, тебе их, конечно, жалко. Вот. То есть мой совет такой, что когда вы готовитесь к поездке к кавалеру, вы без драмы, спокойно, по-взрослому, разумно, скучно, просто как бы вот, а вот сегодня я сделала то, знаете, как бы мысли вслух, вот сегодня мне надо сделать то, а как ты считаешь, а как я могу решить проблему с моими цветами? Хм, да, слушай, вот я так и сделала. Можете даже действительно его втянуть в процесс подготовки, то есть чтобы он вам давал советы, мужчины очень любят давать советы, то есть мужчина, чтобы вам дал советы, каким образом вам правильно подготовиться к подъездке и как вот всю эту базу подготовить. Когда вы, когда вы, когда мы, да, когда мы проговаиваем наши рабочие дела с кавалером, это очень большая подготовка для семейной жизни, потому что семейная жизнь, это не розы, мимозы, это действительно, если мы сегодня делаем то, мы сегодня это делаем это, давай с тобой обсудим, кто у нас будет косить газон, давай обсудим, кто будет чинить розетку, давай обсудим, кто будет готовить ужин, давай обсудим, кто сегодня будет после ужина убирать. То есть вот эта нормальная, скучная, обычная, взрослая, будничная коммуникация, она должна уже стать привычкой для того, чтобы вы у себя в голове, в голове у мужчины сложили, что если я сделала вот это по дому, то ты делаешь вот это. Или если ты сделал два каких-то дела, то я как бы могу сделать что-то ещё. То есть вы обсуждаете с мужчиной о том, что может происходить. В нашей исходной ситуации на самом деле был ещё очень положительный момент. Я очень рада, что дама осознала вот эту взрослую коммуникацию, когда ты с мужчиной обсуждаешь, каким образом ты организовала свою поездку к нему. Но там был очень классный момент. Мужчина испугался. Как ты не приедешь? Это на самом деле здорово. Я запишу специально видео, как надо пугать мужчин время от времени, потому что периодически такие вбросы, конечно, надо делать. Когда оно всё скучненько, так вот ровненько идёт, оно становится действительно монотонненько, слишком по бытовому, слишком неинтересно, да, напряжение пропадает. А если периодически, с какой-то периодичностью делать такие небольшие вбросы, чтобы он поволновался, понятно, что у дамы уже сложилась в голове система, куда она альтернативно пристроит собаку и как она альтернативно польёт эти цветы или организует поливку цветов. То есть она приедет. Но вот этот вот тот короткий момент, когда мужчина испугался, пока дама не проинформировала его про свои запасные варианты, это на самом деле тоже, знаете, такой вот как бы небольшой вплеск, вброс такой в любовь для того, чтобы отношения не стали монотонными. Но я обязательно запишу ещё отдельное видео, как правильно пугать мужчин, потому что с определённой периодичностью такие вещи надо делать. Но это надо делать всегда очень продуманно, очень спокойно, вот с продуманными вариантами, как вы можете на что-то реагировать. То есть, как я вам говорю про теорию скандала, все эмоциональные всплески лучше продумывать заранее, а все скучные бытовые вопросы лучше обсуждать скучно, по-взрослому, по-бытовому. Так что берите себе на вооружение такой знак, что если вы к кавалеру собираетесь ехать, то вы с ним обсуждаете, как вы организуете свою поездку до него, то есть организационно. И, как бы сказать, очень хороший знак, если кавалер в процессе вашей подготовки вдруг перепугался, а ты что, не приедешь? Это очень хорошо, потому что он заволновался, а когда мужчина волнуется, это хорошо. Пускай лучше волнуется, чем сидит расслабленный, ножки свесивший. Надеюсь, этим видео я дала вам совет, который вам поможет. Если у вас возникнут какие-то ситуации, вопросы, обязательно мне пишите. Мне очень нравится записывать видео по вашим истоям. Мне очень нравится ваше обсуждение. Если вы согласны или не согласны с моим мнением, вот внизу под видео можете написать. И буду очень рада, если с помощью нашей коммуникации я через видео, вы мне, через тексты мы сможем облегчить поиск кавалера и выстраивание правильных, здоровых, счастливых отношений. Спасибо вам!